Всем привет, дамы и господа! Сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Изи Волкер. Изи Волкер это Нидерланды, вдруг кто не знает. И сразу скажу, этот бренд мне очень сильно нравится. Я в ультракомпакте от Изи Волкера тоже двоих детей своих откатал. И, соответственно, у меня такой... Я очень люблю этот бренд, потому что, наверное, наверное, в соотношении цена-качество, качество сборки здесь очень хорошее. Это можно смело называть уже таким премиум хорошим сегментом. И с эталонной сборкой. Если вот посмотреть вот любую их модель и сравнить с какой-то такой же конструкцией у другого бренда, у Изи Волкера 100% сборка, подгонка всех деталей к друг другу будет получше. И она чувствуется таким монолитной конструкцией, не расхлябанной. И, в общем, мне очень нравится вот это ощущение коляски, когда я ее эксплуатирую. Поэтому, действительно, мне вообще очень сложно к ним придраться. Они красавчики. И сегодня мы посмотрим именно прогулочную коляску Jimmy. Она бывает еще в версии 2 в 1. Чуть позже выйдет обзор. Вот. А сегодня будем смотреть именно прогулочную. Производитель дает гарантию 2 года на нее. Короткие характеристики сразу назову вам. Вес сидений, вот как мы сейчас видим, 13,4 килограмма. Если копнуть глубже и мы посмотрим книжки-прогулки, да, то без реверсивного блока. Здесь он реверсивный. Они весят в среднем от 10 до 11,5 до 12 килограмм. Но это меньше коляски. А это полноразмерная, вседорожная, полнофункциональная прогулочная коляска с реверсивным блоком. Вот. Поэтому это нормальный вес для нее. Наклон у нас, чуть позже покажу, 130-175. Вполне себе нормально. С 6 месяцев можно эксплуатировать колясочку. Желательно с 6-ти месячного против хода возить, естественно. До 4-5 лет. Ширина колесной базы 60 сантиметров. И вы везде, в принципе, в любой лифт заедете. И максимальный вес ребенка, который она выдержит, это 22 килограмма, друзья. Это уже 4-5 лет. То есть в это время коляска уже не нужна. Дети быстрее вырастут из коляски, чем вообще ресурс вы исчерпаете модельки. Давайте сверху вниз начнем изучать. Сначала блок посмотрим. Он сейчас установлен у нас по ходу движения. Можно развернуть, соответственно. Все это делается вот двумя кнопочками. Демонстрирую вам сразу же. Вот, видите. Вот. И рассмотрим его с козырька. Вот у нас козыречек. Козыречек состоит из трех секций. И еще одной дополнительной вот здесь спереди, чтобы оно падало аж вниз до бампера. Вот эта секция у нас на замочке. Можно ее, соответственно, закрыть. Если нужно проветрить летом, то можно открыть. Здесь будет у нас дополнительно москитная сеточка. Очень здорово. Летом, чтобы проветривать. Это прям реально очень небесполезная, скажем так, вещь. Есть смотровое окошечко в козырьке. Вот здесь вот сверху. Если, например, вот эту закрыть, то мы, получается, четко видим ребеночка. Очень удобно. Так. Козырек у нас регулируется без всяких кнопочек. Просто оттолкаем и все. Механизм достаточно тихий. Он громко не щелкает. Ребенка не напугает. Все хорошо. Вот. Смотрите. Спинка здесь регулируется с помощью кнопочек вот здесь снизу. Вот так вот это все выглядит. И те 175 градусов, о которых я говорил. Подножка у нас регулируется тоже кнопочками вот здесь вот снизу. По бокам, точнее говоря. И что касается безопасности, все стандартно, друзья. Это классические пятиточные ремни. В пятиточных ремнях, что мне понравилось, здесь с обратной стороны материал в сеточку, чтобы меньше прело под ремешками. По бокам, соответственно, они. И снизу на паховой зоне очень мягкая накладочка такая. Еще что мне нравится, весь механизм замочков, он магнитный. Просто опа, и все встало на свои места. Вот это очень удобно, когда одной рукой быстренько, опа, оно само подтянулось, защелкнулось. В общем, это они сделали хорошо. Что касается безопасности, также здесь есть у нас бампер. Бампер у нас, вот смотрите, друзья, что сразу хочу показать. Он откидывается как... Давайте я разверну вот, чтобы виднее было вам по ходу движения. Бампер здесь, что хочется показать, то что он откидывается как калиточка. И для посадки ребенка это идеальный вариант, чтобы он вам не мешал. Одним щелчком. Также у Изи Олкера есть прикольные аксессуары. Сейчас где-нибудь картинку выведу. Такой руль, который устанавливается на бампер для ребенка, очень прикольно. Мы думали, что такая вещь, как бы, ну, странно, который руль на бампер. Но очень хорошо продается. Родители оценили, детям нравится. Реально прикольный аксессуар. Так, что касается обивки на бампере и на ручке. Это эко-кожа. Очень хорошего качества. Тактильно прям вот классный, приятный материал эко-кожи. Соответственно, еще что мне нравится, это толщина ручки. Ручка, когда толстая, хват уверенный. Мне это очень нравится. Я всегда об этом в обзорах говорю. Что касается регулировки этой самой ручки, она телескопическая. И таким образом, когда высокий рост, это у меня 186 рост. И если бы ручка, например, просто наклонялась, я бы на одном расстоянии был от коляски. Даже поднимая ручку вверх под свой рост, я бы при быстрой ходьбе цеплял раму. Здесь же телескопическая я поднял и стал дальше от коляски. И я не достаю ногами до рамы и не пинаю ее. Это очень здорово. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Да, в принципе, все, что мы видим, то у нас в комплекте и идет. На самом деле, чем круче бренд, тем меньше вам дадут в комплекте. Вот такая вот история, друзья. Итак, что касается у нас непосредственно багажника. Багажник тут реально прикольный. Он закрывается у нас полностью вот таким вот образом. Он глубокий, жесткое дно. Есть возможность транспортировать. Здесь есть для этого ремешки. И он съемный. Сейчас я попробую его снять. Вот так вот это делается. Посмотрите, я его снял. Соответственно, если что-то нагрузили, можно вот таким вот образом пойти и сходить в магазин. Очень прикольная опция. А то, что он закрывается в грязную погоду, вам не будет лететь никакая грязь непосредственно в багажник. Сейчас мы попадем в трубочку. Вот так вот. Все, он легко обратно ставится, поэтому не проблема. Что касается колеса, друзья, просто резиновые колеса с нормальной амортизацией спереди-сзади. Естественно, спереди колеса можно заблокировать. Это уже стандартно. И классный тормоз. Нажали сверху, заблокировали. И также сверху нажали, разблокировали. И вот если посмотрите, очень толстые трубки. Все такое железное, все стыки крепкие. Ощущение такой монолитной конструкции. Мне вот очень нравится в Изи Олкера. Вот реально сборка, подгонка тут прям топовая. Вот. Так, друзья, давайте теперь посмотрим, как колясочку сложить. Здесь интересная опция. Спереди, тут снизу, есть одна ручка и кнопка. Нам нужно ручку поднять, кнопку нажать. И, соответственно, видите, она складывается у нас вместе с прогулочным блоком. Вот так вот можно ее непосредственно сложить. Коляска, друзья, не маленькая. И она не претендует на какой-то ультракомпактную, сложном виде. Но то, что она такая большая, полноразмерная, складывается вместе с прогулочным блоком, это очень здорово. У вас не будет два отдельных элемента. Как по мне, все хорошо. Прям берешь ее и понимаешь, вот классно все собрано, хорошо. Нет, на самом деле стоит обратить внимание, друзья, на эту колясочку. Вообще на этот бренд. Плохих вообще, в принципе, моделей у них нет. Так, впрочем, я все, что хотел рассказать, друзья, рассказал. Мне добавить нечего. Десятый раз повторю. Не проходите мимо, если ищите хорошую прогулочную колясочку для вашего ребеночка. Обратите на нее внимание. Это классный, хороший внедорожник, который по любым дорогам нормально едет. У них практически нет гарантийных обращений. Вот вообще не придраться. Кстати, классные очень ткани, которые с годами не теряют товарный вид. Здесь вот все, все очень хорошо. Вот. И цена, на самом деле, друзья, да, она не маленькая, но это премиум сегмент. И она стоит каждый свой рубль, вложенный в эту колясочку. Поэтому, напоминаю, ссылка внизу в описании на нее будет, друзья. А я закругляюсь. И хочу лишь пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.